Всем привет дорогие друзья, и в этом видео мы поговорим про модульные Wi-Fi розетки. Ведь довольно часто устанавливается не только одна розетка, а допустим розетка и выключатель. Или просто группа розеток. Вот тут-то на помощь и приходит умная встраиваемая Wi-Fi розетка от компании-производителя различных товаров для умного дома Bingo Elect. С помощью нее можно не только быстро управлять подключенной нагрузкой, но и подсчитывать количество потребленной электроэнергии и контролировать включение и выключение приборов. Поставляется в небольшой картонной коробке. Как я и говорил, компания Bingo Elect выпускает товары Smart Home, допустим в данном случае Switching Socket. На правой экране наклейка с описанием и характеристиками устройства. Внутри мы находим запаянную в целлофан личинку умной розетки и два шурупа для крепления рамки к подрозетку. Сама розетка практически ничем не отличается от своих неумных собратьев. Вот разве что наличие светодиода индикации работы и кнопки включения-выключения, она же кнопка сопряжения и сброса устройства, выдают в ней отличия в более умную сторону. Защита от детей присутствует. Земление тоже на месте. Вся задняя часть розетки закрыта черной пластиковой крышкой. На задней части у нас находится наклейка с характеристиками устройства и колодки для подключения фазы, ноля и земли в верхней части. Левая и правая грань гладкие, а на верхней и нижней расположились винты клеммников. Размер розетки составляет 48 мм на 42 мм, корпус чуть-чуть крупнее 48 и 4 мм. Несмотря на свой квадратный вид, вполне нормально помещается в стандартный круглый подрозет. Когда розетка включена, загорается синий светодиод, но это можно исправить в настройках приложения. Разобрать устройство довольно сложно, так как надо выщелкнуть почти одновременно по две защелки на каждой грани. Плату у нас закрывает пластиковая накладка, в ней уже установлена защита от детей. В верхней части у нас расположились довольно массивные контакты для вилки. Рядом реле Fanhair W15 1A T2 TL. Максимальная нагрузка до 16 А, кратковременно допускается до 20 А. За умную часть у нас отвечает Wi-Fi модуль TUE T34. На задней части дополнительные элементы схемы. При заказе важно выбрать не только розетку или выключатель, но и крышку к ней. Можно выбрать или одинарную, или двойную, или даже тройную. Цветовая гамма у производителя очень большая. Тут вы имеете в виду такие цветовые решения, как серый, золотой, черный, белый, стальной, еще вот черный. Но кроме цвета панели еще и отличаются материалом изготовления. То есть вот допустим вариант это у нас полностью металлический. Алюминий. Вот так вот он достаточно солидно, я бы так сказал, выглядит. А вот у нас стекло. Это действительно у нас прозрачное стекло. И доступно в различных цветовых решениях. Подключаем фазу к фазе, 0 к 0, не забываем про землю. В круглый подрозетник входит без каких-то либо проблем. Крепим довольно толстую металлическую накладку. И крепим ее к подрозетнику шурупами из нашего комплекта. Теперь все что нам надо, это банально после крепежа захлопнуть крышку. Сидит она очень плотно. Общий внешний вид будет выглядеть вот таким вот образом. Внешний панели смотрится действительно красиво. Вот допустим черный стекло. Оно конечно будет заподлицо, потому что я не ставлю рамку и не защелкиваю. Это у нас белое стекло. Так как наша розетка работает по протоколу Wi-Fi, никакие дополнительные роутеры и шлюзы, кроме нашего домашнего Wi-Fi роутера, нам не нужны. Переводим розетку в режим сопряжения. Для этого последовательно, несколько раз, быстро выключим и включим розетку, пока светодиод не начнет мигать красным цветом. Добавляем нашу розетку. И стоило мне только открыть приложение, как появилась наша розетка. Мясо и сокет Wi-Fi плюс BLE. Блютуз. Проверяем правильность Wi-Fi сети и вводим от нее пароль. Из данного меню программы можем сразу видеть статус устройства. Включено оно или выключено. Также в моем случае включать или выключать устройство. Внутри плагина мы видим и можем управлять статусом розетки. Включить или выключить. В нижней части приложения, перейдя к меню таймеров, есть возможность задать различные таймеры и варианты работы умной розеткой. Их довольно много, что является плюсом умной розетки в плане автоматизации. Если задать таймер обратного отсчета, то на главном меню у нас будет отображаться время, через которое устройство изменит свой статус. Также можем задать различные таймеры на включение и выключение в зависимости от дня недели и времени. Также присутствует задать возможность циклический таймер, где необходимо указать диапазон времени, день недели, а потом указать, сколько розетка будет включена, а сколько выключено. А можно вообще случайным образом в любой промежуток времени включать или выключать розетку. По сути, если подключить к ней ночник, то создавать эффект присутствия человека в доме. Также можно розетку использовать как таймер работающий, с какое время розетка сама выключится от 0,2 секунд до 1 часа. По вкладке электромониторинга мы видим текущее потребление в киловатт-часах, чуть ниже текущую нагрузку в миллиамперах, подключенную мощность и напряжение в сети, и сколько потребили в киловатт за все время после установки розетки. Тут же находится статистика потребления по месяцам и годам. Я покажу на примере похожую розетку, которая работает уже давно. Выбрав нужный месяц, можно зайти в него и посмотри же более детальное потребление по дням. Перейдя в основные настройки, здесь мы можем посмотреть логи включения или выключения розетки. Также изменить настройки после пропадания питания. По умолчанию установить запоминать предыдущий статус. Ниже можно выбрать включать или выключать светодиод индикации работы. Причем очень интересная опция, которая позволит самостоятельно определять по вашему местоположению. Ночь сейчас или день, и отключать светодиод индикации работы ночью. Мелочь, но полезно. И чуть ниже расположилась кнопка блокировки от детей, при включении которой розетка не будет реагировать на кнопку на корпусе. И только самые настырные дети, которые нажмут ее быстро более четырех раз, смогут деактивировать эту функцию. В дополнительных настройках можно посмотреть виртуальные ID, IP-адрес устройств. Также можно создавать группы для одновременного управления более чем одним устройством. Версия программного обеспечения на момент обзора составляла 1.1.4. Поддержка Яндекс присутствует, так что с Алисой должно вполне полноценно работать. В Home Assist розетка залетает через интеграцию Туя, хотя можно использовать MQTT Брокер. Переходим в наше устройство и службу и перезапускаем нашу интеграцию Туя. После перезагрузки жмем на объекты, на устройство и ищем нашу розетку. Вот она. Как мы ее назвали, так и определяемся. Жмем на нее. Из управления нам достойно только один вариант. Включить или выключить. В настройках у нас передается статус и возможности как детской блокировки, так и включение выключения светодиода индикации работы, а также задание статуса розетки после пропажи питания устройства. В устройстве есть еще три сенсора, но по умолчанию они деактивированы. Для активации переводим в каждый из них и активируем объект. Текущая это нагрузка в амперах, мощность, подключенная мощность и вольтаж напряжения в сети. Добавим все объекты на главную страницу нашего дома. Дополнительно я вывел карточку с историей напряжения, а также можно сделать шкалу напряжения в сети. Включение и выключение доступно в виде простого выключателя. Так что к покупке могу рекомендовать. Основной плюс этих розеток – возможности различных комбинированных установок в уже готовые установленные подрозетники. Также большое количество различных насадок позволяет вписать розетку в уже существующий дизайн квартиры или дома. Также наличие функции энергомониторинга – тоже большой плюс для учета затрат электроэнергии. Протокол работы Wi-Fi тут можно отнести как и в минус, тогда в то же время и плюс, так как он не требует наличия дополнительных затрат на покупку ZigBee шлюза. Установил, настроил и забыл. Ребят, спасибо за внимание. Если видео вам было полезным, прошу ставить лайк. Также не забывайте подписываться на канал, чтобы не пропустить новые видео по теме умного и не очень дома. Ну а также про социальные сети в Facebook, ВКонтакте. И не забывайте про телеграм-канал, где у нас акции, новости, купоны и прочие скидки. Всем всего хорошего. Пока-пока.